Сегодня будем говорить про продукт. И если говорить про продукт, то я хочу вам сказать, что мы продукты вообще очень любим эксперименты, любим что-то тестировать, но бывают такие обстоятельства, когда эксперименты нас находят сами. И это очень неприятно. Когда вы жили прекрасно, здорово, у вас чувство безопасности, ваши команды классно перформят, а потом ты смотришь на это со стороны и понимаешь, что это не суперэффективно. И к этому мы как раз пришли в команде мессенджера и платформа чат-ботов. И сегодняшний доклад мой именно об этом. Как понять, что текущая структура вашей команды ограничивает ваш рост и что делать, чтобы этот рост случился. И у меня не работает кликер. И еще раз. Оба. Вот так. Значит, о чем сегодня расскажу. Расскажу сегодня о том, как понять, что существующие процессы ограничивают ваш рост, как подойти к изменению этого процесса, как к эксперименту, то есть настоящему, как мы в продукте гоняем, с дизайном, с подведением результатов, как сделать изменение своих процессов регулярной практикой, чтобы максимально эффективно в каждую минуту времени бежать туда, куда, в общем-то, нам велено и куда мы сами хотели. И что учесть, чтобы команда не разбежалась в процессе, потому что любое изменение — это, конечно, тяжело для команды. И давайте познакомимся вот так. Мы познакомимся с продуктами, про которые мы сегодня будем говорить. Здесь вы видите мессенджер Авито. Мессенджер у нас большой. Там делается 50% сделок на Авито. Представьте себе. Через мессенджер. И, собственно, у нас там же есть еще автоматизация, как я уже сказала. Есть еще там некоторая платформа чат-ботов. Чат-боты выглядят вот так. Это внутренний инструмент, который позволяет нашим маркетологам или отделу продаж собирать таких вот красивых ботиков в нашем UI. Вот эта платформа носит романтичное название Flower от Slow Flow. Вот такие мы загадочные в Авито. И вот эти два продукта как раз делаются моим юнитом. У нас есть четыре фокуса, с которым моя команда работает. Первый — это бизнес-цели. У нас есть собственные бизнес-цели. Я покажу их на следующем слайде. Плюс мы работаем над треком бизнес-енейблеров. Что это такое? Мы команда платформы. Это значит, что все вертикали Авито могут захотеть в мессенджере или в батах что-то запустить свое. Например, на предыдущем слайде был консультант по новостройкам, который как раз был запущен как вертикальный продукт на рельсах нашего мессенджера. И мы готовим эти платформы и делаем ряд доработок для того, чтобы ребята могли запускаться. Чем еще мы занимаемся? Естественно, мы занимаемся пользовательским опытом. У нас огромный продукт, там очень много людей, им что-то нужно. В основном мы фокусируемся на том, чтобы им было удобно покупать и продавать. Ну, понятно, да, потому что мы Авито. И мы также ставим очень сильно на стабильность всего этого дела, потому что 50% сделок зависят от нашего мессенджера. И всякие ссылайны и фары нам как бы очень важны. И если говорить про бизнес-цели, что-то у меня со звуком, по-моему, да? Если говорить про бизнес-цели, то у нас есть метрика, которая 100% нам дает понимание, насколько хорошо или плохо мы что-то делаем. И метрика это называется daily target buyers. Мы в Авито не во всей структуре бизнеса имеем транзакционную модель, и поэтому мы не всегда можем 100% по событиям с какой-то кнопки сказать, купили у нас или не купили. Потому что нет стандартной вот этой воронки, и она есть только в части товаров, когда можно заказать товар с доставкой. А все остальные ребята покупают и продают на Авито в мессенджере и в звонках. И что мы делаем? Мы скорим все эти чаты и звонки, и пытаемся и мэльки принять решение, насколько там была договоренность о сделке. И вот всех этих ребят мы считаем в нашей верхнеуровневой метрике daily target buyers. И кто же это такие? Это покупатели, которые в конкретно этот день договорились о сделке. Вот такая метрика. И моя команда на нее влияет как напрямую, так же влияет на совершенно обожаемую нами метрику. Это доля ответов селлеров в первый час. Почему в первый час, спросите вы? А я вам отвечу, что мы на тестах доказали, что чем быстрее наш продавец отвечает покупателю, тем больше вероятность, собственно, совершить сделку. Поэтому мы смотрим именно на такую метрику, как на уверенную прокси к нашим daily target buyers. Загрузила вас метриками, сейчас будет полегче. Все это мы делаем большой командой. И у нас в Авито принято делить команду на discovery и delivery. Кто такие discovery? Это вот я, например. Это product менеджеры, аналитики, дизайнеры, очень часто UX-исследователи. И люди, может быть, UX-редакторы, это люди, которые придумывают, что нужно сделать. Есть еще delivery. Это все остальные ребята, без которых ничего бы не получилось. Это тимлиды, разработчики, тестировщики, часто DS-инженеры и вот те, кто уже там что-то делают руками. И, собственно, эта структура, она очень классная, потому что наша discovery команда всегда знает, с какой delivery команда будет общаться. Наша delivery команда всегда знает, с какой discovery команда она будет общаться. И все, вот эта синергия, она очень круто работает. И даже более того, скажу, когда вы будете устраиваться в Авито, вам про вот эту структуру и расскажут. Вам скажут, ой, у нас все отлично, у нас общая команда, общие цели. Более того, наши общие цели между delivery и discovery даже зафиксированы действительно в OCR. То есть мы, правда, отвечаем, как, например, discovery команда, за то, как поработать delivery команда. То есть, в общем, полный катарсис. И вот это как раз мы собирались разрушить. Да, очень логично. Я сейчас расскажу, почему. Ну, пожалуйста. Нет? Нет. Не работает, ребятки. Ребят, почините, пожалуйста, кликер. Все, все. А, во, смотри. А, класс. Вот этого мы ждали. В общем, как это работало у нас в 23-м году? Да, у нас как раз была огромная команда мессенджера. Да, вот видите, она такая большая. И поменьше команда чат-ботов. Ну, такая поменьше, да, но тоже очень важная. Соответственно, у каждой этой команды было delivery, discovery, все вот, что я говорила. Но так вот случилось, что вот я все испортила, я написала стратегию, и оказалось, что такая структура уже не была столь эффективной. И вот об этом мы сегодня как раз и будем говорить. Что произошло? Кроме того, что у меня не работает кликер. Что произошло? Как вы думаете? Нет? А может, его куда-то надо направить? Дайте знак. Слушайте, нет. Сюда? Туда? Куда? Нет, слушайте, реально не работает. Нужно назад. Назад? На технических специалистов. Вот не на экран, а… Да-да-да. Куда? Сюда? 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 Куда? Я правда не понимаю. Сюда, вот здесь мы машем тебе. Вот сюда. А все равно не работает? На нас. Не? А вот, а теперь да. Не знаю. Короче, что произошло? Произошло то, что мы проанализировали опыт наших пользователей, байеров и сейлеров. Мы делали это по вертикалям, там не нашли ничего интересного. И поделили их по очень известной в продукции методологии Jobs to be done, поделили их на продавцов и покупателей. И оказалось, что у наших покупателей все отлично. У продавцов в целом тоже все отлично, но есть очень маленький сегмент, и это сегмент именно профессиональных продавцов. У них очень большое количество чатов, и мы не отвечаем классному опыту именно в этом сегменте. Мы поняли, что это отличная возможность, как мы можем усилить нашу основную метрику daily target buyer. Почему? Потому что у них возникла как раз проблема, им было сложно вовремя на все ответить. А мы с вами помним, что время ответа сейлера – это как раз наш ключ к звездам. И мы поняли, что нам нужно это поставить. Понятно, мы поняли? О, слушай, так работает, правда. Ну, а теперь это нужно было как-то положить в текущую команду. А вот в текущей команде уже лежало много стримов. А там уже лежали наши текущие эксперименты, БДТБ, у нас был опыт пользователей, от которого мы не могли отказаться и так далее. А когда мы решаем такую задачу, мы всегда делаем верхнеуровневый стекрэнкинг инициатив. Что это такое? Мы берем большие инициативы, прям делим то, что мы делаем на блоке. И дальше задаем себе вопрос, зачем это реально нам надо, еще раз, даже если мы этим уже занимались. Какие результаты это прямо сейчас принесет? И не стоит ли это прямо сейчас закрыть, потому что мы это уже доделали. И вот провели мы вот такой стекрэнкинг, и выяснилось, что мы ничего не можем отобрать, мы ни стабильностью не можем пожертвовать, ни опытом пользователя, ничего мы сделать не можем. Тем не менее, собственно, новый стрим-то хочется. В общем, камерный цветок у нас совершенно не выходил. Вот никаким образом. И какие вообще у нас были варианты, что мы могли делать? Ну, понятно, что мы могли вообще ничего не стартовать. То есть не делать никакого нового стрима, работать так, как мы раньше работали, но тогда бы мы потеряли как раз вот тот самый возможный рост, который мы и хотели приобрести. Какой еще у нас был вариант? Мы могли взять стрим опыта пользователя общего и заменить его на стрим опыта именно наших проселлеров. И вот вам, наверное, кажется, что наши покупатели и продавцы в Авито, они гвоздями прибиты к нашему мессенджеру, и мы бы ничего не потеряли. Но сюрприз заключается в том, что наши байеры и наши селлеры могут договориться о сделке где угодно. И если бы у нас ухудшился опыт пользователя в мессенджере для наших покупателей, например, то они бы просто ушли бы с Авито, разговаривали бы в своем, не знаю, Телеграме, мы бы потеряли бы сделки, новый контроль, и мы так тоже сделать не могли. Поэтому мы решили пойти по сложному пути и перераспределить ресурсы так, чтобы сделать все. И перераспределить ресурсы тоже можно было по-разному. Вы помните, у меня две команды. Одна мессенджер, другая боты. Что мы могли делать? Мы могли передать часть задач из мессенджера, поскольку им было действительно очень много задач, в команду ботов. Но здесь мы должны с вами вспомнить вот как раз ту самую картинку про культуру Авито. Команда ботов хотела заниматься ботами. Представьте себе, вот так вот. Они прикипели к этому продукту, не очень они хотели заниматься задачами мессенджера, и плюс у них был разный стэк. Очень было сложно что-то куда-то перевести. С другой стороны, мы могли бы, конечно, взять часть команды ботов и просто интегрировать ее в мессенджер и сказать, в общем, теперь вы здесь работаете, вы все, уже не боты, вы уже мессенджер, все, как бы погнали. Но здесь все те же самые истории, и более того, у нас появилось бы вот в этой очень большой команде очень много фокусов. А мы с вами знаем при управлении командами, что если правильно цель спринта не поставить, то ничего сделано не будет. И чем больше вы увеличиваете вот эти фокусы в команде, тем хуже становится. Поэтому так мы тоже не хотели. У нас была супергениальная инновационная идея, а давайте мы возьмем весь юнит и поделим его вообще в принципе на платформу, то есть то, что поддерживает чужие запуски, и на вот этот вот growth hacking. Но здесь мы бы пришли к тому же самому, у нас все было бы плохо с фокусами в этой команде growth hacking. В общем, туда мы тоже не пошли. Выбирали мы из многих вариантов, которые где-то были хорошие, где-то плохие, и остановились мы на том, что мы решили разделить команду мессенджера на две. А вы меня спросите, слушайте, а там же не хватало ресурсов, какой смысл вообще что-то менять? И, к счастью, продуктовый менеджмент и управление командами это не математика. И от того, ну и от перестановки мест слагаемых, достижение цели реально меняется. И вот туда вот мы как раз и решили пойти. То есть у нас было три цели, что мы хотели сделать. Мы хотели команды, в которых было бы меньше фокусов. Как я уже сказала, тогда бы они ближе подошли к нашей сути и достигали бы целей. Нужно было запустить новый стрим без того, чтобы упали перформансы предыдущих стримов. То, что я уже сказала, нам все были важны, мы от чего не смогли отказаться. И изменения должны были ускорить достижение наших годовых целей. И мы сделали вот так. Мы взяли и разделили мессенджер на две команды. Одна команда была мессенджер-платформой, вторая команда пошла в проселлеров. Мы их назвали мессенджер-про-тools. А вот Discovery команд у нас больше-то не стало, их там делить было довольно сложно, потому что их было всего шесть человек. Вот три в одной и три в другой команде. Поэтому мы взяли Discovery команду из мессенджера, и она пошла заниматься вот этим классным новым треком. Почему это было здорово? Потому что они уже очень хорошо были погружены в опыт, общий опыт мессенджера, и им не было необходимости сильно анбордиться, поэтому они должны были очень быстро закрыть большое Discovery в этом новом стриме. А команду Discovery ботов мы переориентировали на Discovery, в общем-то, вот этих двух объединенных команд, и так и пошли. Основные гипотезы, которые мы исследовали, и то, на что был назначен эксперимент, были такие, что если мы будем выделять точечно фокусы для delivery команд, то перформанс не упадет и только улучшится, что отдельная команда мессенджер-про-тools как раз, она гораздо быстрее нас подведет к тому, что нам нужно заниматься этим направлением, или может быть вообще все это не нужно. И объединяя Discovery команду, то есть понятно, что мы увеличили количество фокусов от Discovery команды, мы ожидали, что за счет того, что ребята будут классно приоритизировать задачи, они тоже будут делать в своих командах delivery, только самое важное, а неважное делать не будут. И это была очень рисковая гипотеза, понятно, и мы поработали с рисками. Первый наш самый высокоуровневый риск был в том, что команды будут максимально дезориентированы. Я вам показывала, как работают в Авито, а мы теперь хотели сделать какой-то новый процесс. Что мы с этим сделали? Мы поговорили с командами, мы им объяснили, почему вообще так надо, так хорошо и так здорово. Вторым риском было то, что команда Discovery, вот эта новая объединенная команда на две команды, она просто не справится. Потому что что-то это просядет, потому что, в общем-то, ну очень много фокусов у этих диск ребят. Что мы здесь сделали? Мы ввели методику более четкой приоритизации, в том числе мы усилили наши инструменты, которые существовали в Авито, например, мы теперь выносим любую задачу на наши диско-грумминги, они у нас тоже есть, и решили, что это окей. То есть мы принимаем риски и пойдем вот так, потому что мы их немножко уменьшили. Что еще по этому происходило? Значит, команда Delivery вообще сильно прикипела к своим продуктам, я уже это говорила. Как мы риск этот митигировали? Да мы попытались оставить тех, кто очень хотел работать в какой-то конкретной команде, в этой команде. Вот так мы сделали, у нас в итоге получилось. Как ни странно, хотя изначально казалось, что это просто невозможно. И четвертый риск, что это же все гипотеза. Ну то есть вот мы выбрали это отдельное направление, а если там смысла не было этим заниматься, и тогда что у нас произошло с точки зрения процессов? Мы бы один раз прошли шторминг, потому что мы разделяли команды, и потом второй раз бы прошли бы шторминг, потому что мы бы объединяли их обратно, потому что это же эксперимент. Как мы это митигировали? Мы еще раз убедились, что у нас есть гипотеза на следующие два квартала, которые обеспечат нам проверки гипотезы и обеспечат нам еще возможность понять, будет ли там масштабирование, то есть насколько вообще этот стрим в принципе нужен вот в таком сетапе. И пошли, потому что мы продукты, и мы любим рисковать. И мы сделали дизайн эксперимента. Как мы вообще решили трекать результат? Во-первых, наши daily target buyer должны были расти. Мы как продукты, мы меряем процессы в метриках. Эти процессы должны были улучшить вообще наш перформанс. Вторая штука, что мы должны были подтвердить гипотезы про селлеров, и мы должны были еще подтвердить, что там есть масштабирование. Это было очень важно, потому что иначе бы команда в таком сетапе не имела бы никакого смысла, потому что это был бы конечный ряд задач, их мог бы мессенджер и сам бы доделать. У нас должна была вырасти скорость достижения целей, и у нас были контрметрики. Как я уже сказала, мы забрали на самом деле немножко discovery ресурсы из общего опыта мессенджера, поэтому мы решили смотреть за тем, а как чувствуют себя наши пользователи в мессенджере, и поэтому мы очень пристально смотрели за customer satisfaction rate, да, C-SAT. И плюс мы в Авито трекаем свой перформанс через OCR, то есть мы ставим цель, и у них есть какое-то выполнение, так вот этот OCR перформанс, он не должен был просесть из-за наших вот этих манипуляций. Как проходил этот эксперимент? Ну, сначала мы всем все рассказали, договорились вообще о том, как это будет происходить. Потом в январе 2024 года мы решили абсолютно без переходного периода перейти на новую схему. Почему мы так решили сделать? Потому что, во-первых, иначе нам бы очень было бы сложно трекать, какой результат принесли именно наши эксперименты, и когда вообще начинаешь считать, что все стало хорошо. Да, а с другой стороны, мы подумали, что поскольку мы очень много готовились, да и нормально, пойдем с января. Дальше после первого квартала мы подвели промышуточные результаты, ну и теперь мы можем уже уверенно говорить, что все хорошо. Результаты теста у нас такие, у нас выросли daily target buyer, с ними все классно, sysad не пострадал, здорово все случилось с метриками, которые подтверждают гипотезы про сейлеров, а у OCR перформанса не очень случилось. И проблема была такая. Оказалось, что на шторминг команды мало квартала. Я вообще ожидала, что за два месяца что-то произойдет, но этого вообще не произошло. Поэтому если вы захотите что-то подобное делать, закладывайте себе прям квартал на то, что ребята будут просто собираться. Собираться и учиться снова по тому же процессу что-то делать. Такое бывает. Что еще произошло? Это уже скорее моя менеджерская история. У меня был продакт, который работал в команде ботов, и, к сожалению, он принял решение не работать в мессенджере. Здесь я для себя делаю вывод, что если даже человек говорит, что он очень хочет расти, нужно суперглубоко копать в мотивацию, что он вообще хочет делать для того, чтобы расти. Потому что иногда ваше понятие «расти» с мнением «расти» человека — это диаметрально разные вещи. Поэтому если бы я второй раз проходила все то же самое, я бы, конечно, очень хорошо проработала мотивацию своих продуктов. И мы не учли особенность целеполагания в Авито. Изначально мы хотели сделать две копилки окров, копилки целей. Одна на вот эту общую Discovery команду, другая на Discovery команду про селлеров. И там delivery как-то бы потянулось транзитивно, но выяснилось, что у нас в Авито так делать нельзя. У нас окры на delivery команду, у каждой команды должны быть свои. В общем, мы получили какой-то такой довольно сложный рассинхрон именно в целях Discovery, но мы решили, что нам это ок, потому что мы теперь бежим быстрее, и нам такое нравится. И вообще нам так понравилось, что мы скоро повторим, потому что скоро будет еще новый апдейт стратегии, и ожидаем, что мы будем раз после апдейта стратегии все лучше и лучше делать свою работу. Как масштабировать, если вам понравилось такое? Первое, что нужно сделать, это договориться с командой, что это не какое-то ситуативное доставание изменений из шляпы, а ваш регулярный процесс. То есть что команда не прилепленная и не прибита гвоздями к каким-то конкретным задачам, и это нормально для улучшения эффективности постоянно что-то менять. И чтобы этот процесс зафиксировать реально, вам нужно делать стратегию, апдейт этой стратегии, то есть инициировать этот процесс изменений, исходя из того, как у вас в продукте изменились цели. Нужно, соответственно, делать эти апдейты стратегии. Да, нужно… Сейчас, прям минуту. Нужно делать стек-рэнкинг, ну и, соответственно, если вы хотите что-то запускать, подумайте всегда о конкретном дизайне эксперимента, рисках и том, собственно, как у вас пройдет этот эксперимент, и обязательно зафиксируйте критерии успешности и что произойдет, если вы будете неуспешны. И мой последний слайд. Это личное, знаете, ощущение от того, что я сегодня рассказала, и заключается это в том, что иногда очень страшно начинать изменения того, что работает хорошо и работало давно. Но гораздо страшнее никогда не возвращаться к трансформации того, что сейчас хорошо работает, потому что можно работать и лучше. А у меня это все…